Слон Слон Поэтому код водолея идет Ну а Елена Рерих Она промежуточный мир Она не имела признаков животного Просложения на теле никогда Она Но промежуточный мир Весь является отраслью От квантового мира И в самом начале Это все шли от подземной цивилизации Отрасль Получалось Кроме детей богов Поэтому она идет по коду Как говорится своего родителя первого. Ее собрат по белковому телу старший, когда она была заложена, был происхождением слона. Я прекрасно выглядел, сидя на слоне. Ездил я по Индии, сказочной стране. То есть путешествую очень много. Ах, где мы только не скитались. И в тесноте отлично уживались. У Елены был хороший характер. И бывало, шли мы петь по чьей-нибудь балкон. Да, мы так и прыгали из спален. Надо вам сказать, что этот белый слон был необычайно музыкален. Елена хорошо пела. Она играла на многих инструментах. Карту мира видели вы наверняка? Знаете, что в Индии тоже есть река. Река народ, здесь зашифрован центр йоги. Мой слон и я питались соком манго. Здесь в отношении здесь как бы магическое вот такое вот идет. Магический подтекст от слова маг. И как-то потерялись в дебрях ганга. Я метался по реке, забыв еду и сон. То есть весь тоже в этом учении погряз. Ну, заинтересовался. Безвозвратно подорвал здоровье. А потом сказали мне, твой белый слон встретил стадо белое слоновье. То есть, Елена ушла в тот потусторонний мир и вернулась в свою организацию, в свой научный центр. А мой пошел, то есть, Рерих пошел к себе в центр. И расставаться было, конечно, тяжело, очень тяжело, поскольку это разные пояса, но и много выше. Долго был в обиде я, только вот тена. Мне владыка Индии вновь прислал слона. То есть, теперь он уже узнает правду. Если тогда, как говорится, было еще такое все затмение в тумане, все неясно, то здесь он узнает истину. В виде украшения для трости. Белый слон, но и слоновые кости. Ну, здесь, правда, идет еще такой подтекст сердцевина тайны. Он здесь вот узнает, почему вот это учение было ему как бы подготовлено и дано, что ведь йоги признали коммунизм. И вот это было как бы подпора, подмога вот для нашей этой действительности и для марксистско-ленинской идеологии. Помните, я вам вчера читала, что нет, в первый день расшифровывала шахматную игру, где говорилось о индийской защите. он мою защиту разрушает, старую индийскую в конец, тут же, это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент. То есть, вот это, значит, вот это учение было дано как бы вот в подмогу прогрессивной вот этой революционной идеологии марксистской, ибо йоги признавали же коммунизм. трость опора для опоры. Говорят, что семь слонов иметь хороший тон. На шкафу, как средство от напастей. Пусть гуляет лучше в белом стаде белый слон в своем центре. Пусть он лучше не приносит счастья. Взято на вооружение учения и теперь остановить невозможно по всему миру идет. И каждый, каждый рвется лечить другого энергетикой. А вот есть такое стихотворение «Ваня мастер по паркету». Вот на основе этого стихотворения можно сейчас посмотреть, как шифровалось вообще любое стихотворение, любая песня. «Эх, недаром говорится, мастер дело не боится. Пусть боится дело это Ваню мастера паркета. не берись, коль не умеешь, не умеючи, не трожь, не подмажешь, не поедешь, а подмажешь, упадешь». Речь кстати идет о сексе. Вот смотрите, как зашифровано. Нигде это ничего не употребляется, а вот проследите. Значит так, видите, пусть боится дело это Ваню мастера паркета. Не берись, коль не умеешь, не умеешь и не трожь. Не подмажешь, не поедешь, а подмажешь, упадешь. Даже в этой пятилетке на полу играют детки, то есть на основе половых отношений. Проливают детки слезы от какой-нибудь занозы, если что-то не так. Это сказывается на потомстве. Пусть елозят наши дети, пусть играются в елу на натертом на паркете, на надраенном полу. Говорят, забудут скоро люди звания полотера. В наше время это мнение роковое заблуждение. Посреди родной эпохи ты на щетках попляши. На щетках, ну, посреди родной эпохи, то есть между мук, ну, паха, зашифровано, как эпоха, по звуковому подобию очень схожи. Ты на щетках попляши, с женским полом шутки плохи, а с натертым хороши. Улыбай. такой метод. Я обязана это сказать. Такова задача. Я вот немножко но она об этом по этой теме. если еще подробнее. Наше белковое тело, вот, как я уже писала, есть телоноситель. Без души это просто телоноситель, это туша. Но у Высоцкого если у меня в книге телоноситель, то у него туша ноша. Почти похоже. И кто Вы суть безликие кликуши? То есть это обращение к народу, который будет уходить, который будет выброшен, заменен. И кто Вы суть безликие кликуши? Значит так, стихотворение посвящается Михаилу Шемякину под впечатлением от серии чрева. Кто Вы суть безликие кликуши? То есть никчемные люди. Куда грядете? В Меккуле? В Мессину? То есть увлекаетесь религией? Думаете очиститься путем этого? Ничего не получается. Модели Вы влачите к Монпарнасу. Модели, то есть тела свои. Кровавы Ваши спины словно туши. И туши, как ободранные спины. И ребра в ребра Вам и нету спасения. Ребра в ребра Ева изготовлена из ребра Адамова. Так? А уже подсадка, как говорится, идет ребра в ребра. То есть ребра Адама, ребра значит тела первородного человека. Белковое тело, эфирный Адам и первородный человек остаются в теле. А подсадка идет уже как подмена внедрения. Поэтому здесь есть и ребра в ребра Вам. И нету спасения. Вам спасения не будет. Будет замена. Ударил ток скотину о глуша. Когда объявили приговор душе ночью вот с этой стрекозы юрист, то значит этого эфирного человека подсадку нужно вытянуть из тела. Да, дают как бы немножко удар такой электрический и вводят в такое бессознательное положение подсадку. тело как бы раскрепощают отключаются магнитные связи в теле электрические связи и тело отпускает подсадку душу свободно она изымается. Но предварительно значит подсадку вводят такое как бы состояние шоковое поэтому видите ударил ток скотину оглуша обмякла плоть она отпускает тело белковое отпускает больше не притягивает эфирную вот эту организацию обмякла плоть на плоскости картины и тяжко пала мяснику на плечи ну вот здесь хирург который работает по подмене по замене души вот как мясник значит зашифрован в другом стихотворении он зашифрован как палач на ум на кисть творцу попала туша смотрите на ум на кисть творцу попала туша то есть человеку может быть конструктору там ученому дается телоноситель по другому значит ему попадает туша и дюжие сагменные детины вершащие дела нечеловечья то есть вот этот человек который заменяется ну обвиняется в нечеловеческих делах против общества работал кончал палач дела его ужасны то есть завершается срок по подмене души это уже перед самой можно сказать эпохой бессмертия кончал палач то есть все уже почти дела с этим завершены кончал палач дела его ужасны а дальше те кто гаже ниже плоше подмена может быть в тех телах которые фактически еще не так сильно пали где не так сильно порочено тело где не так сильно был порочен человек потому что остается первородный человек он фактически спасается когда внедряется другой эфирный человек более благородный и такой праведный то потом выпрямляется и первородный человек который конструируется белковым телом у которого одноразовая жизнь но если Если в прошлом человек был настолько поручен, убийца, там еще, ну, всякое такое, то в этого человека даже не внедряют. Он вообще фактически уходит из жизни. Какими-то путями его будут умертвлять. Это вообще подонки совсем. В них не положено даже никого внедрять. Так вот, а дальше те, кто гаже ниже площи, таскали жертвы после гелиотины, безгласны, безголовы, безглазны, то есть имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат, имеют мозги, но не разумеют. И кажется бессутной тушеноши, то есть бессути, как бы катками вмяты в суть картины. Так кто вы, суть загубленной души? Куда спешите полуобразины? Вас не разъять едины обе массы. Вот как раз там, где невозможно будет замена души, вот они будут подвергаться гелиотине уничтожению. Видите, вот они полуобразины, едины обе массы. И первородный человек уже весь порочен, и порочная подсадка от него. Вас не разъять едины обе массы. Суть сутина, спасите наши туши. Вы ляжете, заколотые в спину, и урка слижет с ваших лиц гримасом. Я ратазей, то есть на все это смотрю, вот заглядываю, как все произойдет. Но вот не сплю ночами, в глаза бы вам взглянуть из-за картины. Не имется мне шуту и лоботрясу, сдается мне, хлестали вас бичами. Вы крест несли и ободрали спины, и ребра в ребра вам, и нету спасу. Вот такое страшное сихотворение, такой приговор. Шифрую первое сихотворение, он о дне, о первом дне бессмертия. Она будет объявлена где-то, может быть, во второй половине 97-го года, может быть, в конце 97-го года. Ну, фактически ориентир это, значит, дата, вынос тела Ленина из мавзолея. После этого дня следует отложить 1290 дней и плюс 45 суток. И объявляется эпоха бессмертия. Но к этому времени должно быть уже все готово. И будет в этот день отменена уже денежная система. Деньги будут отменены. Минуты, секунды, нули. Все, время пришло. Сердца с часами смерти. Объявлен праздник всей Земли. День без единой смерти. То есть пошла эпоха бессмертия. Начинается отсчет этого времени. Объявлен праздник всей Земли. День без единой смерти. Вход в рай забили в попыхах. То есть туда не принимают. Ворота ада на засове тоже не принимают. Потусторонний мир никого не принимает. Без оговорок и условий все согласовано в верхах с Богом. Ликой и веселись народ. Никто от родов не умрет. И от болезней собственной постели. На целый день отступит мрак. На целый день задержит рак. На целый день придержит душу теле. Ну здесь просто как бы один день оговаривается. На самом деле идет отсчет. И если где резня, теперь ножи держать тупыми. А если бой, то без потерь. Расстрел так холостыми. Нельзя и с именем его свинцу отвешивать поклонов. Во имя жизни миллионов не будет смерти одного. То есть ни ради чего, ни ради другого, ни ради целого коллектива, ни ради целого общества никакой смерти не будет. И ни за черта самого, ни за себя, ни за кого. Никто нигде не обнажит кинжалов. Никто навечно не уснет. И не взойдет на эшафот. За торжество добра и идеалов. Даже за это. И запылает сто костров. Не жечь, а греть нам будут спины. И будет много катастроф. Но жертвы не единой. И отвалившись от стола, никто не лопнет от обжорства. И падать будут из притворства. От выстрелов из-за угла. Ну а за кем не доглядят? Ну свалился с пятого или десятого этажа. Того нещадно оживят. Натрут его, взъерошат, взъерепили. Есть спецотряд из тех ребят, Что мертвеца растеребят. В потустороннем мире. Служба охраны. Идут насос. Есть спецотряд из тех ребят, Что мертвеца растеребят. Они на день случайности отменят. Забудьте мстить и ревновать. Никакой ревности не будет. Убийцы пыл умерти. Вас тоже не будет. Бить можно, но не убивать. Можно подраться. Это не воспрещается. Но не убивать. Душить, но не до смерти. В проем оконный не стремись. Не заспи. Слазь и будь мужчиной. То есть даже из-за ревности не прыгайте из окон. Для всех устроены причины, От коих можно прыгать вниз. Слюнтяи, висельники, тли, Мы всех вас вынем из петли. Еще дышащих, тепленьких, Исподним. Под топорами палачей Не упадет главы ничьей. Приема нет в раю господнем. Вот так зашифрована эта эпоха, начало. И пробил час. И день возник. То есть день этот настал. Как взрыв, как ослепление. Это неожиданность будет для всей планеты. Как взрыв, как ослепление. То тут, то там взбивался крик. Остановись мгновение. И лился с неба нежный свет. И хоры ангельские пели. И люди быстро обнаглели. Твори, что хочешь, смерти нет. Иной до смерти выпивал. Но жил подлец, не умирал. Другой в пролеты прыгал всяко разно. А третьего душил сосед. А тот его. Ну, словом, все добро и зло творили безнаказанно. Вот, что начнется. Ага, значит, каждого восстановят. Каждого вернут. Идет иногда, пойдет, в общем-то, такая бесшабашность. Действительно, начнут пробовать там прыгать со второго этажа, с третьего этажа. Ухари такие, понимаете. Ну, только чисто из вот такого вот позерства. И тот, кто никогда не знал ни драк, ни ссор, ни споров, тот поднимать свой голос стал, как колья от заборов. То есть даже спокойные люди, в общем-то, как бы очень успокоятся и будут более такие, знаете, бесшабашные. Может быть, вот мы бы сейчас подумали, перейти улицу или не перейти, а так будут даже нарушать. Это уже тоже, но этот период все равно будет вот такой вот бесшабашности. Он обязательно на первых порах его не избежать. Он торопливо вынимал из мокрых мостовых булыжник, а прежде он был тихий книжник и зло с насилием презирал. Кругом никто не умирал. И тот, кто раньше понимал, смерть как награду или избавление, тот бить стремился на повал. А сам при этом напевал, что, дескать, помнит чудное мгновение. Ученый мир так весь воспрял. И врач науки ради на людях яда проверял. И без противоядищ. То есть режь аппендицит, как хочешь. Все равно никто не помрет. Вон там устроило погром. Должно быть хунта или клика. Но все от мала до велика живут и кончилось добром. Самоубийц числом до ста. Сгоняли танками с моста. Ну, понимаете, человек еще не скоро поймет, что ревновать нельзя. Очень многие будут страдать от этого. Кто-то любит, кто-то не любит. Ах, вот, пойду туда-то. Ну, этого будет не избежать пока. Повесившихся скопом оживляли. Фортуну вон из колеса. Да, день бессмерти удался. Да, застрельщики ликуя пировали. Но вдруг глушатый весть разнес. Уже к концу банкета. Что торжество не удалось. Что кто-то умер где-то. В тишайшем уголке земли, где спят и страсти, и стихии, реаниматоры лихие туда добраться не могли. Кто смог дерзнуть, кто смел посметь. И как уговорил он смерть. Ей дали взятку, смерть не на работе. Не доглядели, хоть реви. Он взял да умер от любви. На взлете умер он, на верхней ночь. Кто читал третью часть моей книги, тот помнит мою главу о чистилище. Вот сейчас вам будет подтверждение. Песня называется «Баллада гипси». Помните, там в третьей главе я говорила, что человека можно разобрать так, как если бы вы разбирали автомобиль. По частям. Одну систему, вторую систему, вместе с управляющим ее разумом. И что таким образом в чистилище будет нас лечить. Что-то отбрасывать, прикладывать, вылечивать. Нет острых ощущений. Все старье, гнилье и хлам. Того гляди, с тоски сыграю в ящик. Балкон бы, что ли, сверху. Или автобус пополам. Вот это более-менее подходящее. То есть Высоцкий как бы говорит здесь о себе. Что вот он, ну, такое у него находит, что вот жизнь не мила ему. Повезло. Наконец повезло. Ну, Высоцкий пил. Я потом объясню, почему пил. Повезло. Наконец повезло. Видел Бог, что дошел я до точки. Самосвал в 30 тысяч кило. Мне скелет раздробил на кусочки. Повезло. То есть его направили в чистилище после, значит, этой жизни. Бог видел, что дошел до точки. Дальше нельзя. Надо через чистилище пропускать. Самосвал в 30 тысяч кило. Мне скелет раздробил на кусочки. В чистилище есть мощная магнитная система. Человек под нее, вернее, в нее входит. И все части, все системы разбираются. Отсоединяются. Как бы вот эти рвутся связи сцепления. Каждая система по отдельности. Это там мощная система магнитная. Но слабые поля. Вот лежу я на спине. Загипсованной. Вот под воздействием этой мощной магнитной машины. Все части на столе у этого человека. И он как бы не может не двинуться. Каждая часть не может фактически иметь, как бы, ну, свободу. Хотя ведь у каждой системы еще свой разум. Но впечатление такое, что вот под воздействием этой машины человек лежит как под гипсом. Вот лежу я на спине. Загипсованной. Каждый член у меня расфасованный. По отдельности до исправности. Все будет цельности и сохранности. В выражениях преподана, значит, вот эта вся ситуация. Эх, жаль, что не роняли вам на череп утюгов. Скорблю о вас, как мало вы успели. Ах, это просто прелесть. Сотрясение мозгов. Ах, это наслаждение гипс на теле. Сотрясение мозгов. То есть разделение мозгов на части. Под воздействием этой машины. Ах, это наслаждение гипс на теле. Как броня на груди у меня. На руках моих крепкие лапы. Так и хочется крикнуть. Коня мне, коня. И верхом ускакать из палаты. Но лежу я на спине загипсованный. Каждый член у меня расфасованный. По отдельности до исправности. Все будет цельности и сохранности. Вот скажите, вот вы, если так в здравом уме, можно ли это написать? Вот так вот. Это можно написать только лишь под воздействием того человека. Потому что это фактически вроде бы даже и неразумно. Самосвал 30 тысяч килограмм. Несколько лет раздробил на кусочки. И еще я вяжу, значит, по частям. И еще блаженство, какой вот гипс на теле. Сотрясение мозгов на какое-то большое удовольствие. Задавлены все чувства. Лишь для боли нет преград. Ну что ж, мы часто сами себя губим. Зато и как ребенок. Весь пеленутый до пят. И окруженный человеколюбием. Под влиянием сестрички ночной Я любовью к людям проникся. Выброшено все плохое. Зло. Злые вот такие чувства отброшены. Часть разума дефектная удалена. Так вот, я любовью к людям проникся. И клянусь до гробовой доски, я бы остался невольником гипса. И опять, значит, припев. Вот лежу я на спине, я не буду, значит, повторять. Вот жаль, что мне нельзя уже увидеть прежних снов. Они как острый нож для инвалида. Ну где же, конечно, если по частям там сознания. Где же там эту картину-то принять всю полностью. Во сне я рвусь наружу из-под гипсовых оков. Мне снятся свечи, рифмы и корида. Ну, здесь, поскольку вот сознание раздроблено, то всплывают картины прошлого. Иногда вот в каких-то системах мозговых, значит, системах сознания будут всплывать просто картины прошлого. Воспоминания. Эх, надежно ты гипсоброня. От того, кто намерен кусаться. Но одно угнетает меня, что никак не могу почесаться. Сдвинуться никак. Так я давно здоров, но не намерен гипс снимать. Значит, когда подлечили, все начинают собирать. Все системы вместе. Но поначалу, понимаете, человек после этой сборки, он как бы еще распухший. Вот идет притирка, притягивание систем друг к другу. И рука много толще, чем раньше. И нога, и тело. И вот впечатление такой раздутости сохраняется, значит, после вот этого, после выхода из-под этой машины. Так я давно здоров, но не намерен гипс снимать. Пусть руки стали чем-то вроде бедной. Пусть ноги опухают. Мне это наплевать. Зато кажусь значительней массивной. Я под гипсом хожу ходуном. Наступаю на пятки прохожим. Мне удобнее казаться слоном и себя ощущать толстокожим. Ну, это вот то, что он такой большой. Поначалу это, ну, будет, наверное, неделю так ходить. Вот таком. А потом все плюсовывается, подгоняется, сживается. И по жизни я иду на гипсованной. То есть я время от времени, Высоцкий говорит, прохожу чистилище. Каждый член на виду расфасованный по отдельности до исправности. Все будет в цельности и сохранности. Вот так было зашифровано чистилище. Чтобы Вы не боялись. А теперь я коснусь вопросом, как же осуществляется сюда прорыв иногда. Вот как мы иногда проводим через границу контрабанду, ну, какую-то лишнюю вещь. Запрещенную какую-то, может быть, литературу. Точно так же и там. По телепатическому каналу часто передается то, что запрещает таможня, граница. Ну, как Бог сказал, что, ну, разве можно удержать у роженицы роды? Поэтому и граница тоже не всегда в состоянии все за всем уследить. При том, как вот выяснилось по Высоцкому, что часть таможенных властей оказались на стороне вот этого центра ВИЧа. И, скорее всего, с их подмогой просочилась довольно-таки большая информация сюда. Хотя вообще там запрет на все. Конечно же, вот эти сказки все закодированы, мифы закодированы, многие литературные произведения закодированы, песни закодированы. Но когда это идет, допустим, вот такая песня, например, «Хас Буват Удалой», идет задолго, задолго, там просто таможня не догадается, что эта песня пророческая. Она сыграет в свое время свою роль. А когда вот тут на носу все, здесь уже очень-очень тяжело. Ну, раз я коснулась вот этой песни «Хас Буват Удалой», то уж, наверное, я сейчас ее просто маленько так расшифрую. Я говорила еще раньше вот в Москве, в Чувашии, на Смоленщине, что эта песня зашифрована и пророческая. Здесь даже, кстати, в зале сидят люди, которые слышали расшифровку задолго до этой бойни у Белого дома. Я уже тогда им говорила, что Хас Булат, Ельцин снесет к Хас Булатову голову. Хас Булату Далой бедно-сакля твоя, то есть бедная твоя голова, недостаточно там мозгов. Золотою казной я осыплю тебя. Дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою. То есть я на гараже устрою тебе в жизни все, что ты хочешь, я тебе дам. А за это, за все ты отдай мне жену. Жена кодируется как власть. То есть ты уйди, не мешай. И, значит, что по этой песне Хас Булат говорит, что жена спит в сакле с кинжалом в груди. Что случилось в Белом доме. Вся его сторона, сторонники, в общем, так сказать, и погибли, и подорвали свою честь. Князь говорит, что твоя жена мне клялась в любви, что любит меня, значит, она по чинары, ну, по чинары густой мы сидели вдвоем. Месяц плыл золотой, все молчало кругом. Значит, она мне отдалась до последнего дня. То есть есть, но эта власть принадлежит до последнего дня, до эпохи бессмертия, до передачи престола Христу. И вот эта бойня произошла. Так что многие песни, которые вы поете, вы просто не понимаете, что вы поете, а там очень глубокое содержание. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет. Но вы не знаете, я не стану расшифровывать. Вот, как они там вверху проходят через таможню. Ну, предварительно, значит, я несколько опишу эти моменты. Во-первых, кто работает на телепатическом мосту, это уже профессионалы люди. Они способны передавать, обладают телепатией, хорошей передачей своей мысли на расстояние. При случае они могут не только работать на расстоянии, они могут входить в человека и тогда непосредственно даже вообще руководить. Но такие эксперименты тоже проводятся, но реже. В основном сейчас как-то так только лишь телепатический мост. Это считается высшая форма контакта. Высшая форма контакта. Когда человек там выходит на телепатический канал, ему предстоит выход, он должен получить визию. В пункте границы. Там его действительно раздевают целиком. Раздевают каким образом? Вводят в гипноз. И под гипнозом у него выпытывают, что он должен перенести сюда. Что он должен передать. И какие тайные мысли он, в общем-то, хранит. И что он собирается все-таки в глубине души такое сделать. Еще. Помимо того, что он вообще надвижит передавать. Ну, я как уже сказала, что некоторые таможенники стали сотрудничать с ВИЧей. Идет ведь пропаганда. Идет как бы, ну, вербовка на свою сторону. Над Шереметьево в ноябре 3-го. Метео условия не те. Я стою встревоженный, бледный, но ухоженный. Над осмотр таможенной в хвосте. То есть в этом пункте границы проходит, значит, идет фактически даже иногда, может быть, и очередь на вот этот вот осмотр. Стоял сначала, чтобы не нарываться. Ведь я спиртного лишку загрузил. А впереди шмонали урогвайца, который контрабанду провозил. Вот этот человек, который работал в паре с Высоцким, разыгрывал уже давно такого гулену, вопивуху. Он и там писал песни, пел. И в паре работал с Высоцким. Как с другом. Ну, как бы сюда еще помогая ему. Здесь так разрешается. Писатель работает с писателем, конструктор с конструктором, художник с художником. Мы, в общем, гений, гений любой, это связь с космосом. Есть у нас, конечно, таланты и сами по себе. Но в их произведениях нет изюминок, нет шипа. Они это сразу чувствуются. Я, например, сразу же узнаю картины художника, которые написаны с помощью телепатического моста, и которые без. Я узнаю произведения писателя, которые написаны с помощью моста, и без. И стихотворения. Уже опыт такой. Так вот, этот человек уже как бы готовился к прорыву, и готовился очень давно. В этом центре вечера немногие знали, что пойдет такой прорыв, пойдет такая сюда информация. И этот человек вверху тоже разыгрывался из себя там. Там тоже есть, можно выпить, погулять. И кафе, и рестораны. В меру, конечно. Есть любители совершенно, которые ведут другой совсем образ жизни. Все там есть, понимаете. Крест на груди, в густой шерсти. У этого урагвайца нашли, значит. Крест на груди, в густой шерсти. Толпа как хором ахнет, за ноги надо потрясти. Глядишь, чего изверхнет. То есть там эти таможники. Значит, урагвайц провозил что? Хотел что провести? Крест. Информацию, истинную информацию о кресте. Что это такое? Истинную информацию об Исусе. Кто он такой? А это запрет. Но это запрет. Согласно таможенных правил, такую информацию передавать нельзя. А это считается уже контрабанда. Прорыв вот этой истинной информации сюда, перенос ее. Значит, в общем, дело щекотливое и очень трудное. Значит, одного уже вот, значит, поймали. Что у него был спрятан этот, ну, крест. И точно ниже живота, смешно, да не до смеха, висели два литых креста пятнадцатого века. Ох, как он сетовал! Где закон? Нету, мол, я могу, мол, опоздать на рейс, но Христа распятого в половине из пятого не пустили в Буэнос-Айрес. Мы все-таки мудреем год от года. Распятья нам самим теперь нужны. Но где же мавзолеи Ленин распят? Как же так нам без распятий, если они у нас в России? Они богатство нашего народа. Еще какое? Хотя и пережиток старинное. Намек на то, что Ленин лежит в мавзолее. А раньше мы во все края, и надо, и не надо, дарили лики жития о кладе без оклада. Из пыльных ящиков косясь, безропотно устало, искусство древнее от нас бывало и всплывало. Доктор зуб выстрелил, хоть слезу не стерлил. Но таможенник вынул из дупла, чуть подзем лопатую, мраморную статую, целенькую, только без весла. Ну, скорее всего, на таможне выявили человека, который хотел где-то открыть какой-то клад под землей. Кому-то чего-то так, ну, намекнуть. Общупали заморского барыгу, который подозрительно прийти и сразу же нашли в кармане фигу, а у фиги вместо косточки трептир. То есть это уже книжка, запрещенное, значит, содержание. Зачем вам складен пассажир? Купили бы за трешку, березки, русский сувенир, гармонь или матрешку? Мир, дружба, прекратить огонь, попер он, как на кассу. Казя-баян, папу-гармонь, икона папуаса. Тяжело с истыми контрабандистами. Этот, что статуей был лишен, малый с подковырку его, цикнул зубом с дыркой, вплюнул и уехал в Вашингтон. То есть не туда поехал. Как хорошо, что бдительнее стало. Таможня ищет ценный капитал. Истину о капитале Маркса. Истину... Дело в том, что сверху хотят сюда провести сведения об идеологической группе Маркса. Это же Моисей. И так далее. Так вот, таможня ищет ценный капитал. Чтобы золотинки с ним бы не упало. Чтобы гвоздок с распятия не пропал. То есть, чтобы истину о распятии, кто такой Иисус, и так далее, сюда не прошло. Таскают, кто иконостат, кто крестик, кто иконку. И веру в Господа от нас увозят потихоньку. И на поездке вдалеку... И на поездке вдалеку... КОНСТАЦИЯ Продолжение следует...